МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вот любим мы трансформеры, то есть трансформации. А какая машина трансформируемая? Машина с кузовом, тип кабриолет. Сколько таких автомобилей у нас в городе? Очень мало, кстати. Сколько машин легендарных? Еще меньше. Вот эта легендарная машина. Что за машина? Машина, которую я хочу приобрести. Почему? Потому что объем двигателя здесь 5 литров. Это пункт А. Пункт Б – это машина от семейства Форда. Пункт С – это легендарная машина под названием Форд Мустанг. И переполняет особую гордость за трансформацию. Сегодня немножко про трансформацию мы поговорим. Дело в том, что этого автомобиля, по сути-то, и не было. Его потихоньку, долго и кропотливо собирали, перекрашивали, перетягивали, обшивали. Ну и окончательную сборку и доводку доверили боксу Форсаж. Машина не потеряла в мощности. И вот вы посмотрите, как этот Форд Мустанг умеет вращать колесами на асфальте. Между прочим, с коробкой автомат. Убедились, вам понравилось? А вот так вращает Линкольн Таунгкар. Двигатель, правда, чуть послабее. Имеется в виду, объем чуть поменьше. Ну и в лошадках тоже. Но тем не менее. Вот что называется Маслкарс. Хотя у бокса Форсаж есть и другие Маслкарсы гораздо меньшего объема. Десяточки доводят до ума. Но о цене этого автомобиля. Машина не продается, потому что коллекционный экземпляр, сами понимаете. И такие автомобили, которых, в общем-то, мало в городе, они ценятся не сами по себе, а ценятся своими хозяевами. Которые вот решились восстановить и восстановили. Да, у нас нету стольких денег, сколько там, допустим, у сынков, пристроенных в аффилированные и не аффилированные структуры. Но мы собираем те крохи, те копейки, на чем-то экономим и восстанавливаем Линкольн Таунгкары, Мустанги. А также доводим до ума различную другую технику, чего и вам желаем. И когда вы дорастете, тогда мы будем вас считать настоящими автолюбителями. Первоначально мы этот сюжет хотели назвать «Американская мощь» и показать вам, что делает блокировка дифференциала в «Форде Мустанг» с 5-литровым двигателем. Но потом подъехал Линкольн Таунгкар, правда, тоже американец. А за ним уже подтянулась и «десяточка», несколько довернутая. Ну и завершил все японский мощный мотоцикл. Но сейчас не об этом, сейчас о машине, на которую с завистью смотрим не только мы, но и, пожалуй, наверное, все жители города. Несмотря на то, что еще месяца два назад вот это невозможно было назвать автомобилем в полном смысле этого слова. Однако же едем, и едем неплохо. В кабриолете с ветерком, причем в кабриолете мощном. Лошадиные силы здесь никто не считал, да это и не нужно. То, что здесь подвеска спортивная, и так понятно. И все-таки кабриолет есть кабриолет. Здесь и скорость вы чувствуете, так же, как на мотоцикле. И все-таки это автомобиль. И все вас видят. Видят, кто едет в моем классном черном аппарате.